Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 20 сентября, предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, Православная Церковь совершает память преподобномученика Льва Егорова Архимандрита. Преподобномученик Архимандрит Лев Егоров родился в 1898 году в Новгородской губернии. Отец его был владельцем артели ломовых извозчиков. После смерти родителей его с двумя братьями воспитывал дядя, заведующий Александра Невским рынком в Санкт-Петербурге. Один из братьев Гурий стал впоследствии митрополитом – Минским, затем Ленинградским и, наконец, Симферопольским. Будущий Архимандрит Лев, а в миру Леонид Егоров закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которой проучился до 1918 года, весной которого академия была закрыта. Монашеский постриг братья Егоровы приняли вместе в 1915 году. Вместе они стали духовными сыновьями иеросхемонаха Серафима Муравьева, будущего вырицкого старца. До 1922 года также вместе они подвязались в Александро-Невской лавре. Иеромонах Лев был одним из руководителей Петроградских православных братств. В связи с этим он был арестован в 1922 году и отправлен в ссылку. В 1924-м отец Лев вернулся в Ленинград, был возведен в Сан-Архимандрита и преподавал в Богословско-Пастерском училище, а также вновь занялся делами Александра-Невского братства. С 1926 года архимандрит Лев являлся настоятелем собора Феодоровской иконы Божией Матери на Полтавской улице. В 1927-м он был вновь арестован, но почти через год освобожден. Архимандрит Лев пробыл настоятелем Феодоровского собора до 1932 года, преподавал русскую литературу на богословских курсах, совершил более 20 монашеских постригов, переписывался с митрополитом Иосифом Петровых, отстаивая правильность церковной политики митрополита Сергия Строгородского. В 1932 году было арестовано более 40 членов Александра-Невского братства, в их числе и отец Лев. Он получил 10 лет лагерей. Сначала он поступил в Сиблак, затем был переведен в Новокузнецк, там приговорен к увеличению срока и посажен в штрафной изолятор. В 1936-м его вернули в Сиблак, а в 1937 году в ряду массовых лагерных зачисток приговорили к расстрелу. На последнем допросе архимандрит Лев сказал, «Виновным себя я не признаю, и хотя я по убеждению являюсь антисоветским человеком, но контрреволюционной агитации среди лагерников я не проводил. Я являюсь глубоко религиозным человеком, посвятившим всю свою жизнь служению Богу, и целью моей жизни является пропаганда религии в массах. Я ее вел, веду и вести буду». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Сазонта Помпеопольского Киликийского, святителя Иоанна Архиепископа Новгородского, преподобно-мученика Макария Архимандрита Каневского, Игумена Пинского, Переславского Чудотворца, преподобного Макария Оптинского, преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, преподобного Серапиона Псковского, апостолов от Семидесяти, Евода и Анисифора, мученика Евпсихия Кисарийского, Каппадокийского, преподобного Луки Глубокореченского, Каппадокийского Игумена, священномучеников Петра Снежницкого и Михаила Тиханицкого Пресвитеров, священномученика Евгения Зернова, митрополита Горьковского и с ним священномученика Стефана Крейдича Пресвитера и преподобного мучеников Евгения Выжвы Игумена, Николая Ощепьева Игумена и Пахомия Ионова Иеромонаха, священномучеников Григория Аверина, Василия Сунгурова, Пресвитеров, всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!